Доброе утро, друзья мои. И снова я, Светлана Ата, и начинается мой новый день в деревне. Пока все спят, а я позанималась йогой, выпила кофе. И нахожусь с такими прекрасными птичками, с такими прекрасными цветочками. Начинается мой новый день. У нас осталось пару дней, и мы возвращаемся в Мерсин. Вчера мой муж поехал в Бор, купил билеты на поезд. Это будет наше первое возвращение на поезде. Очень все интересно. Новые приключения всегда заманчивы и интересны. Сейчас я вам покажу наш огород и что вчера было сделано в нем. Так, мои дорогие, мало осталось у нас времени, и скоро вы увидите мои будни в городе Мерсине. Вчера папа вечером привел в порядок помидоры. Видите? А как они хорошо краснеют. Посмотрите, какой помидор там красный. Вы видите? Все помидорчики подвязал он. Вчера я хотела, предложила ему свою помощь, но он сказал, чтобы я не занималась этим делом, так как нужна специальная одежда, потому что помидоры оставляют какую-то пыльцу свою зеленую и испортятся. И здесь помидорчики. То есть они начали попадать все под свет. Вы видите? Сколько красных. Надо сейчас собрать их все. Я вчера очень много собрала в Аммии. Давайте с вами погуляем. Ну, не замечательно ли это? А вот и баклажаны. Я всегда мечтала о том, как я буду срывать вот эти помидорчики. Смотрите, их надо срывать уже. И собирать для нас, для города. И вот красненький. И вот красненький омидорчик. Вот так. Ой. Боже, какой он вкусный. Какие они сладкие. Просто обалдеть. Просто обалдеть. И там, видите? Все покраснели. И баклажанчики. Вот. Вот такие вот у нас помидорчики. Ладно. И вот, смотрите. Вы видите, сколько их. Ладно, соберу их и продолжу с вами общаться. И вот я сижу, только кофе выпила. И решила с вами поговорить, пока есть возможность. Потом нет такой возможности. Вчера мы так хорошо провели время. Так вкусно покушали. Родственники пришли. Ну, я уже вам рассказывала в том видео предыдущем. Вы видели. Сейчас меня атаковали комары. Ноги. Не знаю я. Руки. И вот просыпаюсь все покусанные пальцы. Ну, ничего. Это такие мелочи. Вот первое время, вот первое. Уже эти ранки заживают. Меня очень сильно, очень сильно это раздражило. Видно, сейчас иммунитет уже образовался стойкий. Ну, вся чешусь, вся чешусь. Ну, это уже мелочи, друзья мои. Как мне было плохо. Все, все позади. О чем бы я хотела с вами поговорить. Да. С мамой переписываюсь и созваниваюсь по возможности. Дети уже приехали в Батуми. Уже сколько дней я находилась. И они ходили на море. Так радовались все. Дети полны впечатлением. Так все быстро пролетело это время, что, к сожалению, не получилось у меня ничего, чтобы сделать так, чтобы я их увидела. Но ничего. Надо принимать все с благодарностью. Все, что идет, идет к лучшему. Я всегда так говорю. Я верю в это, что придет тот час, придет тот момент, когда мы увидимся. Я не уезжаю на всю жизнь. Правильно же? Ну, так все быстро пролетело это лето. В работе все. В каких-то делах. Около месяца шила платье. Приехала сюда. Кстати, родителям платье очень понравилось. Оказывается, моя мама, свекровь, портниха. У нее три машины там в городе. Ей очень понравилось. Вообще очень понравилось всем. Но когда я сказала, что у меня нет оверлока, она говорит, не обязательно. Говорит, он очень дорогой, говорит. Оверлок нужен для тех, ну, если покупать уже, для тех, которые принимают заказы, там, а ты что, мол. Ну, мой муж сказал, не обращай внимания, даже не нервничай, что так говорит, я тебе куплю, говорит, машинку оверлок. Так что скоро мы уже возвращаемся. Я, наверное, вчера поехал, купил билеты на поезд. Мы, значит, первый раз поедем на поезде. Будет очень все интересно. До Аданы, а потом с Аданы, до Мерсина пересядем на другой поезд. И вот так вот мы доедем. Выезжаем в четверг в 10 часов. Извините, у меня такой зуд сейчас опять появился. Опять зуд. Покусали новые комары. У нас мотоцикл. Поэтому я такая вся раздраженная. Надо быстренько пойти колонией, одеколоном помазать эти места. Ну вот, осталось у нас сегодня вторник. Сегодня мы планируем испечь бюрек с картошкой и с бамьей. Мы вчера все приготовили, но потом мама говорит, что я что-то себе плохо чувствую. Там же нужно сидеть днем в такую жару. Еще и печь. Но сегодня мы решили отложить на сегодня. Сейчас они у меня все сони. Наверное, буду вставать. Хотела хачапури испечь. Она говорит, что не надо делать хачапури. Сегодня и так будет у нас тесто. Окей. Сейчас пойду отварю яички. Приготовлю помидорчики. Ну вот, чайочек. Очень вкусный чай, кстати. Им так нравится. Печенье так понравилось. Она говорит, как вкусно. И по сладостям, и все. Еще я приготовила вчера. Сварила компотик. Со сливой и яблочком. Очень им понравилось. В общем, пока все довольно, пока все хорошо. Мы так хохочем с ней. Резвимся. Я ее так обнимаю, целую. Такая она теплая у меня. Хохочет. Такая деловая. Все время что-то вяжет, вяжет, вяжет. Папа вот вчера в огороде работал. Индер тут что-то помогает с крышей. Там крышу как-то закрыл на лестнице. В общем, мы все при деле. Ну и особенно и я. У меня вечерние часы только есть для меня посвященные. Когда я всех накормлю, чаем напою, кофе, вечером арбуз поели. Вот и тогда у меня есть время, чтобы загрузить вам видео и опубликовать. Так что вот такие дела, вот такие новости рассказали. Иду к новому дню. Пойду ставить чай и готовить завтрак. Ну а вы смотрите. Будет очень интересно потом. На завтрак решили пожарить картошку. Сварить заяцем и чайник. Все пока спят. Сейчас услышат запах и почувствуют. Сразу начнут просыпаться. И вот готов наш завтрак. Сейчас все прооткрываю. Сыры. Маринет. Вот этот сыр. Вот этот сыр. Такой есть еще. Что у нас есть? Маринец какой-то есть. Здесь мед. И вот идем кормить. Идем кушать, мои дорогие. Так. Я всех накормила. Чаем напоила. Какой помидор вчера сорвал папа. Сейчас убрала все хлоркой. Помыла все туалеты, раковины. Здесь потрусила. Так красиво застелила. Это вывесила на улицу. Так. Еще что я сделала? Сложила постель и застелила родителей. Такая обязанность у невестки. И еще мне моя свяка выдала мне задание. Говорит, здесь помыть все. Собрать этот ковры и помыть веранду. Так что вот. У меня вот такое задание. Сейчас быстренько сяду, позанимаюсь своими делами по бизнесу. Тут отвечу на пару звонков. Сварю кофе, а потом уже буду заниматься делами. Боже, как мне покусали опять. Какой красивый у меня вид. Мне пишите, друзья, советуете лекарства, чем намазать. Но сейчас здесь нет аптеки. А вчера мой муж поехал, что-то вылетело из головы. Думала, что все прошло, а началось по новой. Но это уже все. Иммунитет у меня срабатывает не так сильно, как в первые дни было вообще. Сейчас полежу. Спасибо вам за ваши советы, мои дорогие друзья. Сегодня я опять кайфую. И поцелую вам, любовь свою посылаю. За ваши просмотры, подписки и советы. Мои любимые подписчики. Кто-то из вас уже в друзьях у меня. Кто-то, как семью свою, считаю я. Светлана полетела. Полетела. Кто-то пришел, надо выключать телефон. Только что мы все перемыли с Ашкимом, потрусили. Я весь сад полила еще. Такой благодарный сад, цветочки. Разошлась я, друзья мои, как обожаю это поливать. Весь двор помыли, дорожку вот эту помыли. Иду варить кофе. Поработали. Теперь можно и выпить кофе. Тебе варю без сахара. Начинаем мы готовить. Готовим, покажу результат. Вот так готовится козлеме. Козлеме? И костер готов. Посмотрите, как делается сакма. Я сейчас сделаю. Берем лаваш. Вот так вот все смаживаем. И вот так вот. И вот так вот. Скручиваем. И даем Ашкому. Вот это вот и конец. Ой, обожрались мы всем. Вот я даю свой бюрек. Ашкому видите, как помогает мне. Кисы тоже поели, я курочку положила. Молились? Мы как садимся? Вот это, оказывается, наша кошечка. Она такая ласковая. Мы как садимся, сразу все бегут. И это снова я. Собрались сегодня куда-то пойти в гости. И потом мама уснула. Сегодня, конечно, пекла бюреки. Уснула. И вот проснулась недавно. И уже никуда мы не идем. Но это еще хорошо. Я так не люблю ходить здесь. А куда ходить? На какую-то ферму. Она сказала за молоком. О, боже мой. О, боги. О, боги. Друзья мои. Мои дорогие друзья. Опять я чешусь. Меня покусали теперь на ноги. Но более-менее не такая аллергия. Более-менее все терпеливо. И душ приняла. И вазелином намазала. Вазелином с таким запахом смятным. И все равно не помогает. И ничего дружего. И все. Чуть-чуть осталось. Два дня. И я уже дома буду. Две ночи. И буду дома. Так что ничего страшного. Как мой нарядчик. И мои шаровалы. Шаровалы лучше всех. Знаете, сегодня какая ситуация произошла. Когда я снимала маму, как она бюреки делала. И вдруг она мне говорит. Принеси мне косынку. Меня не снимай. Сейчас пока. Голова у меня открытая. А я говорю. Я вас не снимаю. И папа там тоже. Я говорю. Я не снимаю вас. Я снимаю только бюреки. И потом она мне говорит. Принеси. Говорит мне косынку. Закрой. И так только снимаю. А я была в таком шоке. Думаю. Боже мой. Что произошло. А потом думаю. Нет. Я говорю. Я вас не буду снимать. Я только присняла. Говорю. Бюреки. Как мы делали. И все. Так что. Вы как-то видите. Да. И все равно в моих видео мимоходом. Так надо. Так надо. Сегодня говорят одно. Завтра другое. Против меня. Не надо. Уже лучше будет так. Как есть. Правильно. Все. Мои дорогие. Я пошла сейчас. У меня скоро вебинар. Скоро вебинар. Надо быстренько пойти. Приготовиться. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом. С вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok.